Деяние святых апостолов Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие. И бы перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесинина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевшие тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Иоанна Святое Благовествование. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. От сонмищ и жденут вы. Но приидет час, да всяк их же убиет вы, мнится службу приносите Богу. И сия сотворят, як они познаши Отца ни Мене. Но сия глаголах вам, да игда приидет час, поминайте се, як вас рех вам. Сих же вам из первани рех, як и с вами бег. Ныне же иду к пославшему мя, и никто же от вас вопрошает Мене. Камо идеши. Но як осия глаголах вам, скорби исполнит сердца ваша. Но аз истину вам глаголю. Униес вам, да аз иду. Аз, ибо не иду аз, утешитель не приидет к вам. Аз, и лежи иду, послю его к вам. И пришед он, обличит мир, агресе, и а правде, и а суде. Агресе убу, як не верует мя. А правде же, як к отцу моему иду, и к тому не видите Менем. А суде же, як князь мира сего, осужден быть. Еще много им он глаголати вам, но не можете носить и ныне. И когда же приидет он, дух истины, наставит вас на всякую истину. Не о себе боглаголати имать, но или каще услышит глаголати имать, и грядущее возвестит вам. И много нам нужно мужества, чтобы с твердостью противостоять этой душевной болезни и, извлекая из ней пользу, так как и в ней есть нечто полезное, избегать всего излишнего. Именно только тогда хорошо печалится, когда мы или другие грешим. А когда мы впадаем в обыкновенные человеческие несчастья, тогда печаль бесполезна. Потому-то, когда печаль поразила и учеников, как людей еще несовершенных, смотри, как исправляет их упреком. Прежде они обращались к нему с множеством вопросов. Так и Петр говорил «Куда идешь?» Глава 13 стих 36. И Фома «Не знаем, куда идешь, и как можем знать путь». И Филипп, покажи нам Отца твоего. Глава 14 стих 5 и 8. А теперь, услышав, что изгонят вас из синагог, что возненавидят вас. Евангелие от Луки, глава 6 стих 22. «И что всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». И Евангелие от Иоанна, глава 16 стих 2. «Так пали духом, что даже объяты были нематою, и уже ничего ему не говорят». Вот в этом он и укоряет их, говоря, «Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Действительно опасна неумеренная печаль. Опасна и может довести до смерти. Потому и Павел говорил, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью». Второе послание Коринфянам, глава 2 стих 7. «Не говорил же сего вам сначала, говорит. Почему же не сказал сначала? Что бы ни сказал кто, что он говорил по заключению из многократных прежних случаев, зачем же приступает он к столь трудному делу? Я знал, говорит он, это и сначала, и не говорил вам не по незнанию, но потому что был с вами». Опять и это сказано человекообразно. Как бы так говорить? «Вы были в безопасности, и вам можно было спрашивать всегда, когда вы хотели. Вся война воздвигнута была против меня, и потому излишне было говорить об этом сначала». Но уже ли действительно он этого не говорил? Не сказал ли он, призвав двенадцать учеников, «Поведут вас к правителям и царям за меня, и в синагогах своих будут бить вас?» Евангелие от Матфея, глава десятая, стихи восемнадцатый и семнадцатый. Как же теперь говорит «не говорил сначала». Тогда он предсказывал только удары и ведение на суд, а не то, что их смерть будет казаться столь вожделенную, что убиение их станут даже считать заслужение Богу. А между тем это особенно и могло устрашить их, что их будут судить как нечестивцев и людей вредных. К этому нужно прибавить и то, что там, он говорил о страданиях, которые они должны были претерпеть от язычников, а здесь с особенную силу и сказал еще и о гонениях иудейских, и показал, что они уже при дверях. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Немалое они получили и отсюда утешение, узнав, что ему известна чрезмерность их скорби. Они были в крайнем смущении от страха разлуки с ним и от ожидания имеющих постигнуть их бедствий, так как не знали, будут ли в силах мужественно перенести их. Но почему он не сказал им об этом после, когда они уже удостоились духа? Чтобы ты знал, что они были весьма добродетельны. Если, не удостоившись еще духа, они не отпали, несмотря на то, что погружены были в скорбь, то подумай, какими имели быть они, сподобившись благодати. Если бы они тогда услышали и перенесли, мы все приписали бы духу, «А теперь это – всецело плод их души и ясное доказательство любви ко Христу, проистекавшей из одного их сердца». «Но я истину говорю вам» – стих 7. «Смотри, как он опять утешает их. Не то, – говорит, – я возвещаю вам, что приятно для вас. Но хотя вы и крайне печалитесь, однако надобно выслушать полезное. Вам хотелось бы, чтобы я остался, но полезно иное. А кто заботится, тому свойственно не щадить друзей, когда дело идет о их пользе, и не отвлекать их от того, что для них выгодно. Если я не пойду, утешитель не приедет». Что скажут здесь не имеющие надлежащего понятия о духе? Уже ли лучше, чтобы отошел Господь и пришел раб? «Видишь ли, как велико достоинство Духа. А если пойду, то пошлю его к вам». Какая же отсюда польза? «И он, придя, обличит мир» – стих 8. То есть, если он придет, враги, поступая так, не останутся без наказания. Конечно, и того, что уже сделано, достаточно, чтобы заградить им уста. Но когда и через него явлены будут те же дела, когда и учение будет предложено совершеннейшее, и чудеса совершены еще большие, тогда они гораздо более подвергнутся осуждению, так как будут видеть, что все это совершается во имя Мое, чем еще очевиднее доказывается воскресенье. Теперь они могут еще говорить «Он сын Тиктона», мы знаем его отца и матери. Но когда увидят, что смерть разрушается, зло истребляется, исправляются недостатки природы, прогоняются демоны, когда увидят неизреченное подаяние Духа, и все это делается через призывание Меня, что они скажут тогда. Свидетельствовал о Мне и Отец. Свидетельствовать будет и Дух. Он уже свидетельствовал и в начале, но будет свидетельствовать и теперь. Пророк Иезекииль поведал то божественное и славное явление и видение, которое узрел он, и описал ее, как явление, исполненное не из глаголанных тайн. Видел же он на поле херувимскую колесницу четырех духовных животных. У каждого животного было четыре лица, одно лицо львиное, другое лицо орлиное, еще лицо телячье и лицо человеческое. И у каждого лица были крыла, так что ни у одного невозможно было различить, где передняя или задняя сторона. Плеща их исполнены были очез, и перси также полны очей, и не было места неисполненного очей. При каждом лице было по три колеса, как бы колесо в колесе, и в колесах был дух. И Пророк видел как бы подобие человека, и подножие у него как бы сапфирное. Колесницы это, то есть херувимы и животные, носили на себе сидящего владыку. Куда не угодно было ему шествовать, животные всюду обращены были лицом. И Пророк видел под крыльями херувимов как бы руку человечу, которая их поддерживала и носила. Истинно и несомненно было то, что видел Пророк в восхищении, но оно указывало на иное, прообразовало в нечто таинственное и божественное, тайну подлинно сокровенную от родов, явленную же в последние времена в пришествии Христова. Пророк созерцал тайну души, имеющей принять Господа своего и сделаться престолом славы Его. Ибо душа, которую дух, уготовавший ее вседалище и обитель себе, сподобил приобщиться света Его и осиял красотою неизреченной славы своей, делается вся светом, вся ликом, вся оком. Нет в нее ни одной части неисполненной духовных очей света, то есть нет в ней ничего омраченного, но вся она всецело сделана светом и духом, вся исполнена очей и не имеет никакой последней или задней стороны, но отовсюду представляется ликом, потому что снизошла на нее и восседает на ней неизреченная красота, славы света Христа. И как солнце везде себе подобно, нет у него ни последней или недостаточной части, но состоя из частей одинаковых все оно всецело блистает светом, и все есть свет, или как огонь, то есть самый свет огня, весь сам себе подобен и не имеет в себе первого или последнего, или большего, или меньшего, так и душа. Совершенно осиянная, неизреченную красотою славы света от лица Христова и совершенно вступившая в общение с Духом Святым, исподобившаяся стать жилищем и престолом Божиим, делается вся оком, вся светом, вся ликом, вся славою, вся духом, как уготовал, благоустроил и украсил ее духовной лепотою Христос, который носит и вводит и поддерживает и подъемлет ее. Ибо сказано, что рука человеча была под херувимами, сам Христос и носим бывает душою и вводит ее. Четыре животные, носящие колесницу, представляли собою образ владычественных умственных сил души, как орел царствует над птицами, лев над дикими зверями, вол над кроткими животными, а человек над всеми тварями, так и в душе есть более царственные силы умственные, то есть воля, совесть, ум и сила любви. Ими управляется душевная колесница, в них почивает Бог. А по иному способу объяснения, разумеется, это о небесной церкви святых. И как там пророк говорит о животных, что высота их была чрезмерна, что они исполнены очей, и что никому невозможно было объять число очей или высоту, потому что не дано ведения об этом. как звезды на небе всякому человеку дано видеть и дивиться ими, узнать же число их ни одному невозможно. Таким же образом, в небесную церковь святых войти и наслаждаться в ней дано всем желающим подвязаться, но узнать и объять число святых, сие принадлежит единому Богу. Сидящий на колеснице и престоле упомянутых животных или в каждой душе сделавший сопрестолом и седалищем его, ставший оком и светом, шествует и носится восседая на ней, правя браздами духа и направляя ее, как сам знает. Как духовные животные шествовали никуда сами хотели идти, но куда знал и хотел сидящий на них и направляющий их, так и здесь сам правит и водит, указывая путь духом своим. Таким образом, не по своей воле, когда хотят возносятся души на небеса, но Бог направляет душу, свергнув тело, стремиться мыслью на небеса и опять, когда угодно ему, ходит она во плоти и в помыслах, а по его же воле переходит к пределам земли, и он показывает ей откровение тайн. О, подлинно, превосходный, благой, единый и истинный браздодержец, так если душа предпрославлена ныне и вступила в единение с духом, то и тела сподобятся части в воскресении. А что души праведных становятся светом небесным, о том сам Господь сказал апостолам, вы есте свет мира. Сам сделав их светом, повелел, чтобы через них просвещался мир и говорит, ниже вжигают светильника и поставляют под спудом, но на свечнице, и светит всем иже в храме не суть. Тако да просветится свет ваш предчеловеки. А сие значит, не скрывайте дара, какой приняли от меня, но сообщайте всем желающим. И еще светильник телу есть око, а еще обо будет око твое светло, все тело твое просветится. А же ежо око твое лукаво, все тело твое темно будет. А еще обо свет иже в тебе тма есть, то тма кальми. Как очи суть света для тела, и когда нездоровы все тело освещено, и когда попадает что в очи, и они омрачаются, тогда все тело бывает во тьме, так и апостолы поставлены очами и светом для целого мира. Поэтому Господь, заповедуя им, сказал, если вы, будучи светом для мира, устоите и не совратитесь, то просвещено будет все тело мира. А если вы свет мира омрачитесь, то тьма, то есть мир кальми. Итак, апостолы, став светом, послужили светом для веровавших, просветив сердца их тем небесным светом Духа, которым просвещены были были лесами. Которые совлекли с себя человека ветхого и земного, из которых Иисус совлек одежды царства тьмы, те облеклись в нового и небесного человека Иисуса Христа. И Господь облег их в одеянии царства неизреченного света, в одеянии веры, надежды, любви, радости, мира, милосердия, благости. А подобно и все прочие божественные животворные одеяния света, жизнь, неизглаголанного упокоения, чтобы как Бог есть любовь, радость, мир, благость, милосердие, так и новый человек сделался сим по благодати. живы в помощи вышнего, в крови Бога небесного дворица, речет Господи, заступник мой си, прибежище моё, Бог мою уповая на него, яко то избавить тебя от сети ловча, от словесия мятежна, плечма своими осенит тебе под крыле его, надеющись оружием обыть тебе истинно его, не убоившись от страха ночнага, стрелы летящие во дни, отвечи во тьме приходящие, от срящие беса полудиного, подета страны твоя тыща, и тьма деснуя тебе, к тебе же не приближится, обачи от чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь и ку ты, Господи упованием мою вышнему положилось и прибежище твое, не приид к тебе злой рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесю тебе сохранить во всех путях твоих, на руках вознут тебя, да никогда притнеша камень ногу твою, на аспи да и василийско наступиши и попереши льва и змия яко на мя уповая сбавлю и покры яко познай имя мое воззовет ко мне услышу его с ними скорби и зму его и прославлю его долготую дни исполни его явлю ему спасение мое возведох очи мои в горы отнюд даже приед помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоя ниже воздремлет храняй тебя все не воздремлет не живусь нет храняя израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою Господь Господь сохранит вхождение твое исхождение твое отныне и до века Отче наш из Жеси на небесе да светится имя твое да приедет царствие твое да будет воля твоя яка на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днись и остави нам долги наши окужие мы оставляем должником нашим не веди нас в искушение но избави нас от лукавого Господи дай мне с душевным спокойствием встретить все что принесет мне наступающий день дай мне всецело предаться воле твоей святой на всякий час какие бы я не получал известия в течение дня научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением что на все святая воля твоя во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть что все неспослано тобой научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим никого не смущая и не огорчая Господи дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня руководи моею волею и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить аминь 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 и Их же при Грише согреси. Весели еще Господи, Роди еще праведни. Как имел класс шесты, души по благим отворяться. С души по благим отворяться. Аллилуйя, класс четвертый, вот ваше праведник Господь услышит, и от всех скорбит избавит их. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя.